Вот как раз прибыли адвокаты Авакова для того, чтобы рассказывать людям, что на самом деле никто охрану не снимал. Сделав заявление о том, что МВД снимает охрану со всех судов, угрожает охрану снять, министр МВД показал, что, к сожалению, у нас правоохранительные органы до сих пор не являются державными структурами, являются структурами больше карманными. Вот, заменить увагу на все, что происходит. Вчера было поведомление Высшего Совета Юстиции о том, что с Шевченковского районного суда снята охрана нас, гвардии и полиции. И хлопцы с силы обороны Украины негайно решили, как и в 2014 году, подставить плечо своей державе и взяли территорию под охорону. С утра приехали представители 112 канала, вот видите, они находятся, которые делают сюжет о том, что все это неправда и на самом деле никто охрану МВД не снимал. Вы знаете, что в последнее время на 112 канале сплошной бенефис Кивы, Шкиляка и других спикеров МВД, поэтому сейчас Вы видите обыкновенный пропагандистский машину за работой. То есть, верните увагу, хлопцы, которые всю ночь охраняли ТИ-установу, в кадр 112 канала не попадают, поэтому новости эту страна не узнает. Вот так вот у нас создаются новости. Дружи-мачете, можете носить? Решение министра снимать охорону с державных установ было вызвано тем, что Шевченский районный суд отпустил до суда на поруки народных депутатов Украины Олег Пазыной Брест, добровольца батареона Донбасс, хлопца, который был награжден наградным оружием министра МВД, подбил вместе с побратимами технику россиян под Иловайском. В брутальный способ возле помещения суда, где судили Труханова, избивался представителями нацполиции. Для самозащиты, лежа на земле, вытащил наградную сбровь и осуществил выстрел. Пуля от бордюра черкнула по ноге командира роты полка особливого призначения, таколышный Беркут. И внезапно это стало преступлением номер один, а доброволец народных героев Украины стал преступником, стрелявшим в полицейского чуть ли не осознанно. Сначала писали, что два полицейских, два ранения, потом еще что-то. Вот вы видите пропагандистский сюжет за работу. Никто даже ни слова не скажет о том, что тут всю ночь охраняли ветераны. Почему-то министр не обурился в ситуации, когда Беркутов выпускали с судов. Они убегали в Россию и убийцы Небесной Сотни до сих пор не покараны. Когда выпускали тетушку Крысина, когда выпускали убийца журналистов, когда выпускали тех людей, которые сдавали Донбасс, Крым. Почему-то обурились только тогда, когда выпускали добровольцев. Причем есть официальная информация о том, что в какой-то непонятный нам способ был лишен позывной Брест Александра Федорченко, народный герой Украины, уже этой именной сброи. Ну а нардеп Пашинский в аналогичной ситуации почему-то не решил. Сейчас я приехал, как народный депутат и командир предроздела, проверить, насколько тут хлопцы на охране стратегического объекта. Значит, давайте поговорим с командиром всего предроздела. Дружи, как? Прошла ночь, вы сейчас приехали, так понимаю, сменять хлопцев. Во сколько? Доброго рада. Что было ночью, кто приезжал? Не было ли попыток нападения? Я смотрю, там уже вмятина какая-то или она была уже? Она была вчера, вчера она была точной, мы ее видели. Ночь была морозная, но спокойная, тихая. Кроме того, что до нас подъезжали поліцарты несколько раз, но с ними были очень интересные, пледные, спокойные разговоры. И мы от поліцартов, из разных экипажей, разных машин, слышали одно и то же самое. Хлопцы, ну мы же не Аваков, ну мы-то працюем для людей, за народ. Ну я разуміли один одного, вони разуміли, в чому питання, казали, что мы в курсе, что там, что заняли охорону. Мы кажем, ну, ніби так, мы приняли під охорону. Дивимось, щоб тут був порядок. Кажуть, дякуємо супер. А как вообще, вот к вам подходили, вот 112 канал, я так понял, приехал снимать ситуацию, но такое впечатление, что они вас даже не видят. То есть получается, информация про эти поддії явно до людей в полном объеме не дойдет. К вам подходил, кто-то спрашивал, что вы тут делаете? Нет, пока что, а з вечера жодных журналистов взагалі не было, вони перши, ну, до нас не подходили, мы им не цикали. Ну, це домашний канал, олігарка Порошенко, наставьте, я не знаю, олігарка Авакова. Им, ну, им потребно створити свою картинку, подивимось, яку картинку вони створили. Напевно ж, вони намагаються замяти той скандал, бо треба його замінати. То есть получается, что, а с какого времени тут 112 канал, с какого времени? Ну, десь хвилин 20 тому, тобто на початку 8-й. И обходят вас стороной, да? Нет, ну, они до нас не подходили. А как полиция, скажите, а как полиция вообще восприняла ваше тут присутствие? То есть, они удивились, что вы решили помочь державе и взять под охорону суд? Так, в тому и справа, что жодного подива не было. Полициянти, я, например, цьему був здивований, вони сприймают это, как так и нужно. Я так не вважаю, я не думаю, что нормально, что мы, как гражданские, как представники подразделов, которые защитили Украину на Сходе, что мы беремо державную установку под власную охорону, не потому, что там у нас и было такое желание, просто, ну, безвихідная ситуация. Если министр оголошивает, что он охорону снимает, кто-то имеет и нести. Полициянти это сприймают, вот так, супер. Они видят, что на нас можно поклавиться. У меня такое вражение. Ну, и мы видим, что это люди, с которыми можно співпорцоваться. Зразумило. Зразумило. Что скажете? А, когда мы взяли под охрану, полиция подъезжала, поинтересовалась, что мы здесь делаем. Вот. Потом сказала, молодцы, мы будем тоже подъезжать, смотреть, молодцы, правильно делайте. То есть наша полиция поддержала, в принципе. Понятно. А что там информация такая, что полицейские прямо там все возмущены тем, что там в них стрелял человек и он на свободе? Как они вообще к этому относятся сами? Ну, вот мы говорили, подъезжал, представился он, по-моему, начальником отделения полиции. Вот. Он нормально к этому отнесся. Это должен разбирать суд, по-первых. Нормально объяснили, что это был просто самооборона непроизвольный выстрел. Человек имел наградное оружие. В общем-то, имел право его ношения. Имел право применения даже. В случае его били. Чему есть видеозаписи многочисленные. Его били. Как человек должен защищаться? Он же стрелял не в полицию, насколько я живу. Нет. Это самое доброе. Как вы стреляли в полицию, то были бы другие результаты. Хлопцы. Как я тебе пробежала информацию? Я получила информацию, которую вы поспорили здесь. И которую вы сейчас пишете. Доброго дня. Добрый день. Шановные журналисты, скажите, пожалуйста, а вот вы, я так понимаю, делаете на ранковые новины? Так. А скажите, будь ласка, а чего вы даже не испытали хлопцев, которые тут всю ничь охраняли всю установку, что они тут робят? Так я запитала, мы зашли в Сарадон. Тут куколами приехали, никого не было. Не, 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 не. Вот все хлопцы, которые охраняли, насколько я понимаю, всю ничь, удивлю, они заходят туда, на выходе, перед воротами. Да, мы не бачили. Вы не бачили? Я бы спорили систему, что у судей сидят. Скажите, а просто, ну, я поважаю работу журналистов, поважаю работу журналистов, у меня для вас до воспитания. А вы будете показывать в сюжете, что тут ветераны тоже решили допомогти державе, да? Да, сейчас мы будем допомогать новинку, мы все скажем. Дякую вам. Доброго дня. Хлопцы вот охраняют державную установку, потому что Аваков, как кажется, что обурился решению суду, который отпустил добровольца на прорубь, и не будет охранять установку. Добровольцы, как и в 14-м, решили держае поставить плечо. А вы позов идете подавать, да? Да, да. Добрый, ну, добрый. Против полиции. Против полиции, да? Разразумимо. Ясно. Ну, приезжайте, приезжайте до нас, до табора, или запишите мой телефон. Мы там постельно подбили Верховной Радой. Да, я знаю, я всегда тебя встречаю. Друзья, ну, наши хлопцы продолжают охранять будивлю Шевченского суду. Как и в 14-м году, когда не было армии, они создали добровольческие подразделы. Когда не было обеспечения армии, они создали подразделы волонтерские. А сейчас они услышали, что суды могут остаться без охороны. Они решили взять их под охорону свою. Сейчас, до хвили. Друзья Мачета, а скажи, будь ласка, а что вот люди питают, а что вы охраняете коррумпованные суды, тут же коррумпованные суды, зачем их охраняете? Ну, блин, ну, а что нам делать? Без суда государство не существует. У нас за Конституцию визначают исключительно суд. Но Конституцию отменить невозможно, потому что тогда просто не будет страна, не будет государства. Мы охраняемо государственную установку, институцию государства. Чем мы ее наповнимо? Каким чином мы будем боротися с коррупцией в судах? Это наступное вопрос. Мы знаем ответы на это вопрос. Так же. Но поддаться этому импульсу, просто снищить все, потому что оно коррумпованное, это такая самая программа этих топ-коррупционеров, олігархов. Чтобы в суспільстве был хаос, чтобы люди чувствовали, что они ничего не могут сделать с этой коррупцией. Все, типа, только нужно, там, знищивать, палить. Это неправильно. Чего его палить? Мы маем смотреть за работой судов, оценивать их, тих, кто, ну, выносит решения, которые, известно, там, коррумпованными, яки, ну, яки не лаконными, на не лаконные действия, мы маем отследковать и потом, соответственно, реагировать. Мы, то есть общество, потому что мы есть собственниками этой страны. Чего мы, собственники страны, будем уничтожить свои манга? Если мы живем в квартире, чего мы будем уничтожить, если нам не нравится, что здесь, если нам не нравится. Так вот, нужно было делать ремонт. Спасибо. Дякую, дякую. А скажите, будь ласка, вы позов по какой справе, если не секрет, подаёте? Да, по ним на основе ИРДР. А кто ответчик у вас? Шемченковское управление полиции. То есть против полиции подаёте, да? Да. То есть вы подавали заявление, они не внесли в ИРДР, да? Да, это там часто у них так бывает. Понятно. Ну, суды нужны? Да, конечно. Ну, а что делать с коррупцией в судах? Что вы думаете? Надо бороться с ними. Бороться? Логично. Вот правильно, надо бороться с коррупцией, а не снимать охорону судов. Дякую вам, душе.